господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 347 события дня эпиграфом взята яков 4 4 прелюбодеи прелюбодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога и так кто хочет быть другом миру тот становится врагом богу 23 ноября 2016 года ну и дальше и он говорит об этом больше всего не любите мира не того что мире он ревнует у нас на первом месте любите бога это несовместимо кто любит мир в том нет любви богу нет любви лучи и дальше перечислять что в мире когда сегодня об этом говоришь о вы ненавистники вы ненавидите с миром не хотите то другое так ну вот это все писание говорит так и причина какая передал им слово твое и мир возненавидел их потому что они не от мира как и я не от мира как и я сравнивать господь мы не от мира а если мы от мира и все так же нам надо и во всем также участвует там большой спорт и что не возьми там это уже не божье похоть очей похоть плоти верующие играет в эти игры которые здесь дают фермеры разные да чё это совсем уже непонятно что пустая трата времени фермера тебе надо поселяйся в деревню заводи хозяйство верблюдов там кто нужно слонов ну и дальше ролики посмотреть советуем посвящается всем ушедшим из церкви православной вот это вот нажать надо контрол внизу левая крайняя самая крайняя держать ее одновременно курсор навести и щелкнуть и сразу откроется ну и вот два ролика путь благовестника наша вера православия еще слово одни служители московской патриархии сказал семинарии духовной академии медали очень много я научился так врать что есть сам в это верю для меня никогда не было секретом даже шестьдесят втором году когда я первый раз получил в руку убив в руки библии в это же вот в отпуск поехал и сразу же заехал в семинарию я все это увидел увидел когда побеседовал я понял там семинаристы академисты что веры веры там евангельской трудно искать мы некоторые данные хотелось дать средний радиус земли принимаемой за шар шесть тысяч триста семьдесят один и две десятых километра до одного метра измерено длина меридиана 40 километров ну вокруг земного хата длина акватора 40 километров 40 тысяч семьдесят пять и 700 метров ну и диаметр диаметр то есть если бы пустотелый шар был внутри 12 семьсот пятьдесят шесть не иные есть люди которые по сегодняшний день не признают что земля и шар что летали спутики чтобы космонавты то другое вообще-то так разобраться тут вопросы тоже возникают мне бы нравилось если бы земля была как стол столешница глянула том конце все видать на почему когда где-то находишься в грузии утром еще сумерки а уже горы светятся вверху наш она не плоская земля то иначе бы одинаково всех осветило или спутник выйдешь среди ночи а он летит и высота то его не больше 400 километров светлые это значит на него падает лучи солнца отражается у нас середина ночи означает что из-за бугра из-за земли бугород от но наклон выпуклость земли то не мешает а вот сейчас выступают и говорят что вот космонавта это артисты они показывают и так все отвечают хорошо это придется что наиграна нигде не в космосе не были ну интересно определяющим что они говорят хорошо до хороших людей отпускали они не мычат вот москвичи когда говорят вот заметьте как они говорят одно слово сказать такое что я был в такой-то местности я была в такой-то местности потому что вот давит себя как корова роженица и выходят в эфир говорят почему жириновский не мычит потому что он образованный грамотный а другой выйдет и там ведущий даже если тоже стоит мы щит московское диванное христианство вчера у меня была тут переписка я ее решил выставить моя личная переписка фамилия скрыл и в каком городе это было это не показывая не паспортные данные так что привязать это не к чему вот мне и говорит или она уголь привезли я больше не могу мне так плохо никогда не было это тамара селиванова не знаю правильно селиванова по-моему и здесь надо вот не знаем вчера меня уже до канала пожалуйста уберите все комментарии к моим роликам у меня болезнь я не знаю еще сколько проживу не хотела бы кого-то обидеть своим глупым комментарием ну комментарии не мои и я сам смотрю что убрать что не убрать поэтому я вижу человека как говорится больной и проще я спрашиваю укажите какие ролики со ссылкой и какие комментарии именно нужно убрать и кто их пишет откуда она знакомы ли вы с ней лично и то что мне ткнули я сейчас пошел убирать мне надо узнать что потом то самому не раскаивайте тамара селиванова конца и здесь все таки елена до сих пор еще не крещеная а всех крещеных вокруг себя закрутила и называет братьями и сестрами во христе это как же понимать но она так понимает сказала но я не комментирую никогда между собой разговаривает но если нет хуле не там сквернословие тамара селивана все бы хороши да хорошо только елене прощение попросить все одно что затем опять гадости наговорить и опять попросить прощения это система ее жизни и извлечения собственной выгоды не слезы не пролила опасная штучка вот они между собой разговаривать чего я буду трогать то она говорит знает ее не знаете елена ну еще я буду за этим следить то я не трогаю они стоят эти говорят комментарии мне говорят вот я сам захожу утром первый день 10 комментариев прямо указать 10 цифра я смотрю на них комментарии я иду через обратно туда себе через менеджера нету нигде куда они деваются и вот в моем мире удалено 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 я их не даже не видел кто их удалил кто доступ имеет спрашиваю администрации не делали этого не знаю даже что это и администрация ютуба тамошню не нашего виде канала но как они могли бы это удалять по словам по каким-то или не могу по сей день ответить снова так елена вы попробуйте сами попросить прощения хоть раз у вас какая радость на душе будет чтобы там у нас не произошло и гнать и тихоныч нам не чужой что там произошло у нас ну там где-то что-то не так было я это не помню ушло да ушло помню когда по делу вот по делу один там я против того что иначе начинает потеряевка ну и тогда зачем тебе потеряевка идти смут усилить понятно что я должен отреагировать если по детскому лагерю про нас ролик составили приехали кино прям настоящее когда был приезжал из гтрк местного человек специально и составили они этот фильм там что-то лагерь изнанка так они любят это слово изнанку то ну вот потом я подал суд на них и и они попятились приходили со своим юристом все время еще не помогла штрафовали заставили опубликовать опровержение но этого не было не было я должен за этого стать вот а любой во христе все покрывает тамара помысл это показатель нашего духовного состояния по исти святогорец эти разговоры у них идет уже кто-то вышел вера цитата они свои грехи замаливают помогают таким детям то есть это сказала и лена прости лена может ты не подумала написав так обычно люди благотворят из добрых побуждений доброты и жалости как говорят по велению сердца о том что через это мне простятся грехи у меня же мысли никогда не приходила грехи прощаются жертвой христовой крови его пролитой ну сказала так ну и сказала и что лена я ведь пыталась найти людей которые бы оказали тебе помощь вот небольшую я не нашла рассказывала тебе и слышала в ответ а зачем она столько родила о чем она думала или сочувствовали но и только поэтому сделала вы что человек способный на взаимопомощь неродному имеет особенное устройство души ну а насчет их грехов кто помогает то будем знать свои грехи и с нас и довольна вот такой это разговор и лена это 23 вчера было вера прости меня просто нет душевных сил совсем не то имела в виду вера мне осталось немного что немного жить и говорить тоже непонятно не договоренность и знаете тех же уберите все эти ролики я больше не могу не надо больше помогать кому не надо помогать обращение к нам ну не надо да и не надо или кому-то другому тоже не договоренности эти ролики ну уж это через верх простить ролики я никогда не убираю чего ради ролики буду убирать комментарии кому-то не нравится а я должен убрать ролик когда у нас ролики все имеют последствия люди научаются через них приходят нет этого я делать не могу или на они церкви тамара селиванова из церкви наверно и вера я написала комментарии которые к ним не относятся они решили что я их обвинила в грехах пишут на телефон смс мои комментарии уберите все под всеми моими роликами роликов ее и тут нету мои только ролики которые вы опубликовали первым простите меня это тоже мне было полезно но людям нет так она думает или она нет а я вижу что полезно все я убирать и не думаю даже ничего но не правда если я отвечаю не паникуйте пожалуйста это я уже все пишу только одной лень а раз она последнее время приходилось тут немного помочь там об этом говорить нужно указать конкретно какие комментарии не соответствуют действительности и я их уберу прошу не торопиться иначе они будут писать уже по другими роликами и не только здесь пока намного лучше принять месяц молчания повредить эти комментарии никак не могут никому и вам в том числе нас господь испытывает про меня что написано и где счету нет отрезает мою голову на фото и наклеивает на другие фото страшно вымывается что делает но время проходит все замолкает а я продолжаю молиться есть пословица враги нам лучшие друзья доверься господу если есть комментарии в которых нет истины ложь их уберем сразу а если есть где-то что-то поистине то спокойно перенести поблагодарить бога как говорит святой англатаус поцелуй сказавшего неверно по ошибке за его намерение нас исправить вольный такое пересказ даю за намерение он же хотел исправить но не получилось сказал неправду елена отвечает бедненький игнатий тихо на вещь вы как это все терпите я с того момента как сергей сделал ролики уже не рада они сожрать готовы так иногда сильно нападают те кто сначала были друзьями сейчас наоборот просто теперь я вас понимаю ответить уже польза на меня теперь понимает видишь как особенно с этим предателю духой но я поражаюсь парализованным зачем он все это выставляет это ролик который звукой правильно делает это его право он беседует сергей я буду командовать а там пишут про меня всякую мерзость не знать не знает там этот скоротовский под видимо жены или кого тамара это он его слова один к одному он совершенно человек неверующий видать перешел грань хулы на духа святого похоже очень сильно он где бы только еще не было он сразу туда он не может лопается какие счастливые баптисты избавились от такой фигуры избавились а православие ему ничем не поможет ему надо сейчас супер патриотом показаться он на меня они понимают что на мне ничего у него ничего не сделает наоборот только хуже себе его биография будет весьма запачкана что он нападал с такими словами почитайте там он сейчас я посмотрел я не смотрю вообще никогда туда теперь посмотрел они как змеи повыползли на этот ролик то особенно дудин как змеи по выползли вообще здорово сказано пожалуйста уберите только цитату мою теперь сначала ролики убрать потом комментарии а теперь она уже говорю только цитату ведь и как полезно еще один день не прошел и она уже свои претензии ко мне убирает и хорошо что и а я бы сейчас взял да убрал мои ролики три ролика так простите меня так так что пожалуйста уберите только цитату мою что они помогают таким детям замаливали свои грехи то есть это она нас как бы сказал ради христа я не имела права так писать я должна благодарить за все но вот теперь уже не имела права писать а если бы комментариев не было не осознала бы это значит дожали дожали и нужно поблагодарить кто там селивановы всех простите меня так это опять гордыня как змея из меня выползла вот видишь там они выползли а тут меня уже поползло значит выгода очень большая елена не обижайся ни на кого не скажу то чтобы тебе зла желаем так простите меня я сегодня целый день плачу совсем грустно стало я еще одну сестру потеряла потеряла да и вернуть можно что она сказала прислушаться надо я говорю к ним взорова надо прислушаться отвечаю можно и даже желательно на неверные комментарии ответить выдержанно на основании святой библии показать где высказано верно и в том мы просим прощения и в чем неверный показать желательно с точными датами и местами святой библии датами когда это было тогда нападающий или отойдет поймет что ему не по зубам орешек или начнет оппонент говорить глупости в чем его уже вовсе будет легко обречить и сказать что переписка с ним заканчивается ввиду неблаговидного поведения оппонента и что все его дальнейшее высказывание будут удаляться предупредить я не надо два раза три раза предупреждаю это покажет и другим что здесь серьезные люди и не боятся справедливой и полезной для всех нас критики и благоразумно пользуется самой верной защиты и живого слова божия священного писания я совет ей даю дорогая елена никогда ни на минуту не забывайте что над нами есть бог виде все видящий и он знает что нам полезно но бог то знает сказали верно бог знает а на суде божьем это будет все показано и вот так вот реагировать болезненно это значит не били не давили это разница большая почему говорится забитого 7 или 10 не битых дают не битый он маленько весь день печально и плакала когда человек восхищается у меня самый радостный день а назад самый печальный он как на качелях качается надо пройти ровно ну что хвалу говорю там что ложь все приемлемо равнодушно не оспаривай глупца пушкин знал о чем писал посмотрите сколько против патриарха говорят и пишут ролики сатани здесь он и того более а сколько на президента владимира нападок да только то мы молимся и враги или обращаются ко свету истины или исчезает бесследно я бы вам не советовал убирать ни одного комментария вот увидите что этот способ борьбы за истину есть наиболее перспективный и нет в нем негатива я хозяин у меня было такое на форуме одна пришла и страшными словами хулила данила сысоева но прошло время это одарка одарка себя называла не поймешь мужчина или женщина потом киска умоляла просила уберите мои комментарии она уже сама их не могу не может убрать уберите дальше я их не убираю зачем убирать другим по и такие хулы и не убрали не убрали я пояснил что это не так что он святой мученик потерпи дорогая душа и бог воздаст наградить нас истинным желанием угодить богу а не людям лука 6 26 горе вам когда все люди будут говорить о вас хорошо ибо так поступали с уже пророками отцы их обо мне все хорошо не говорят отсюда вывод что я не лже пророк и патриарх не лже пророк про него много говорят плохого и и крестьяна 721 поэтому не на всякое слово которое говорят обращай внимание чтобы не услышать тебя раба твоего когда он злословить тебя ибо сердце твое знает много случаев когда и сам ты злословил других елена благодарю что вы возите елена говорит пишет вот это она все прослушала и дальше говорит благодарю что вы возите со мной как с ребенком вот эти благодарность получил немного уверенности по прибавилось слава христу за все и за друзья и за врагов вот видите как искра какая хорошая елена понимает это я отвечаю в каком ролике вы это сказали никак не найду подумайте о том и о тех как сейчас где-то детей отнимают и махоньких девочек насилует целыми днями изверги в интернете пишут там изида у которых взяли там какого-то потушевого вулкана живут в сирии и видно как они ими торгуют и дальше говорят там страшно смотреть вот а мы дома сытые в сухом да еще и в своем доме на своей постельке тут петь богу хвалу нужно непрестанно мы такие довольны должны быть всегда и всем всем улыбнись и не по мысли быть недовольной кем-то а что и где на там говорят какой-то дудин то я и знать про это не знаю даже и спокойно прославляю бога и молюсь за него чтобы бог дал ему жилье у него с этим вовсе даже неблагополучно вот он что говорит меня это совершенно не касается я каждое утро этого сергея священника я поминаю перед богом чтобы бог дал ему жилье если угодно богу но пока бог не отвечает или может получил уже вот это для всех дальше я говорю кто ждет разговора по skype он должен сначала написать тут же в skype внизу снизу спросить когда я буду свободен написать а не звонить и не звонить не в свое время без договоренности что я свободен и могу принять прошу это правило не нарушать звонить можно звук до 16 по москве и вот сегодня появляется какой-то человек лик г чей-то лик появился г не знаю не знаю и нет ни фотографии фотографии какая-то там уже чужая стоит чтобы не православными или православной и лежу 10 мест сразу 10 роликов полюбил но и дебют по одному показать что он именно тот которого бог послал а все остальные нет он один и на роль магомеда как мухаммеда как бы прямо везде об этом и даже в skype зашел и вот пишет игнати сегодня ни у кого из христиан нет времени времени я на различные на живого иисуса христа ну вот и иисуса с маленькой непонятно ошибся потому что все вы каждый занят свои все вы то есть он себя отделяет от нас заняты своим они божьим то есть он в первый раз зашел и видит что мы не божьим занимаемся потому что никого из вас иисус не посылал говорить то что все вы говорите но это слишком все вы как можно сказать о всех я знаю неблагополучно в церкви не проповедуют но сказать что все это неправильно а еще иисус не будет ни с кем договариваться иисус повелевает они договариваются если ты не заинтересуешься живым иисусом христом во плоти то есть вот он себя считает видимо за иисуса он пришел во плоти то ты игнати просто не войдет жизнь и так то есть это не император даже это уже пришел предтеще его и так кто признает иисуса христа во плоти пророка у того дух от бога а кто не признает живого иисуса христа во плоти пророка тот антихрист живого иисуса христа во плоти пророка так и он креститель не говорит я тебя поздравляю теперь ты знаешь кто ты вот он пришел сюда сказал то есть он показал что мы не с богом не имеем права проповедовать а дожить признать его за бога и говорит смысл только один ну найти его я не знаю как найти и можно ли его найти но даже не знаю что на это сказать вот что означает ж буква же тоже не знаю g может быть то что на майке написано у одного было g может быть так кто то есть не знаю но претензии очень большие я пока ничего не убрал у него он троллит буквально вот посмотрите сейчас сюда зашел или не зашел нет как будто в моем мире еще не дошел вот я показываю сегодня начали мы я переношу все с видеоканала сюда вот сегодня дональд трамп если у нас с ним что общее ролик такой есть вот и второе это событие дня и 3 ролик германии дети рафаил или азар библейские имена тут не видно сколько посещает не знаю даже 5 5 3 весь все закрещало а теперь вот захожу сюда и вот смотрите везде лик г вот справа покажи справа внимательно гляди гляди сколько вот гляди лик г разная тема и везде пишет одно и то же тролль настоящий правильно понимаю нет за одну ночь только найти и поэтому я оставил его пока посмотрю что дальше будет не знаю просто 10 тем таких огромных он их не прочитал там невозможно прочитать много материала роликов то есть заходит и подряд который есть он просто ляпает и лик г а тут проще всего один щелчок и ни одного сообщения его не будет дальше наш видеоканал ну как будто бы его тут еще нет или был уже сегодня даже не знаю сейчас обновлю и посмотрю сегодняшние ролики посещают или нет а посещают 40 германии дети 40 и 38 события дня про дональда 56 просмотров маленько смотрят на то я сегодня занимаюсь книга еноха занимались ролик составить придется и наш библейский православный сайт вот такое название библейский православный сайт если в интернете где я ко всем обращаюсь я не могу найти посмотрите есть или нет где у нас так на 20 эти библии православные и ответы вот здесь справа это самое ценное что у нас вообще есть вот так ну и все а события какие вчера были за прошедший день главное событие это переписка вот было там братья зашли завезли уголь еще две машины небольшие по полторы по тонны и 600 килограмм вот у меня тут один человек я говорю ты с ним созвонишься знаешь позвони ему скажи чтобы он маленького угля женщина одна с ребятишками и подкинул уголька побольше он не заортачился никак нагрю давай тогда я позвоню я позвонил и я знаю звать владимир того человека я говорю это женщина которая уголь везете уже он завозил туда дорогу знает и у нее 6 ребятишек одна с ними она и там комочек угля и подкиньте то ну комочек но ясное дело что не комочек он мог бы килограмм 100 кинуть и он сразу прям да так конечно конечно то есть вот как а потом этот человек который не хотел он это понял и попросил прощения я говорю тебе выход на другой уровень бывает человеку дошел в рамках и стоит заговорить боится на улице можно заговорить на улице с кем-то а на своей улице где живет уже боится вот в транспорте вроде бы говорит но много людей забоялся то есть разные разные люди надо переходить за из веры в веру написано сегодня тебе на это вера и зато друг на другое и так бог тебя выведет на полный простор ну ты видишь что не правда да конечно вот мы человеку не сказали ничего и уже заранее стесняемся я не буду говорить и но почему не будешь то у меня один знакомая вот здесь вот если они кого не называли по именам у него счета не не ладится с этим с компьютером а у меня хороший программист я могу ли ты заехай к нему но всегда заезжал тут уперся нет я почему же нет он человек больной старые никогда я к нему не поеду и нисколько я не убеждал не грамма ни с места не взял а почему что-то он ему сказал выходит я делаю тем которые только положительные говорили если он сказал отрицательный уже раскаялся я к нему ноги не положу но он просит так и не мог уговорить но как же так этот человек но если бы он был очень близкий оставался на занятии он был бы другим но никогда на занятии нет его и вечерней службы и другое то есть я говорю в каком-то городе в каком-то веке это было чтобы не привязались надо переходить и всегда я обращаю к себе но от вам сказали к такому зайти вы ко всем пойдете не могу ответить но пока такого не было что и вместе узнал что он желает я не пошел но мне 77 лет пока случай не было но не знаю если я знаю что это хулить или ему век там еще не надо я зачем же пойду его раздражать он может быть какой-то совсем не такой но вот такое дело дома сижу вчера сейчас появились у меня опять новые ролики я все смотрю на изнанку как это называется по-украински то на выверет то есть рассмотрение на выверет или как-то там свит на выверет но по-русски как это мир наизнанку мир на изнанку зарядите там воробьев дмитрий по разным странам ездить и к воробьев он какой воробьев то это комаров комаров но воробьев комаров так он все тут уже маленькие ошибся и он как там среди колдунов и где бывает и с дикарями и мне понравилось живой язык такой я говорю не старобрядец сразу видно юмора у него сколько он за пони братство с ними и что ему надо он узнает но иногда он делает то чтобы христианин бы не стал делать там сказали ему поклониться где-то и дал он поклонился и какой с украины вот такая такое живое у него общение он там больше варит и ну просто мне понравилось хорошего человека избрали много знает много ездит и особенно когда он разговаривает дикарями то дикари ртом шевелят и и сразу же он дублер говорит голосом как будто он интонация хорошая мне все понравилось это вот тот редкий случай когда все нравится по месту нужного человека нашли они послали туда конечно снабдили его нужно и видно что он добрый простой и добрый с украины но все на этом слава иисусу христу